Я не знал с чего начать этот ролик, но теперь я скажу. Во-первых, тут будет информация, различного рода информация. Во-вторых, я проведу, возможно, проведу какие-то мини-конкурсы, возможно, нескольким людям подарю поляму, может быть, тачку, но всё это будет видно по ходу дела, потому что сейчас онлайн 27 человек, ну, такое себе. Ну, посмотрим, как всё пойдёт. Дарова-дарова, дорогие друзья, всем весёлого настроения, с вами Олежа Веселов, не забываем вводить мой промокод весел, который даст вам приятный бонус за 20 отыгранных часов. И минуточку внимания, тут я тоже запускаю такой небольшой конкурс. До конца лета, кто ведёт мой промокод и отыграет 20 часов, я накину лям сверху. То есть вы получите от игры бонус и также от меня лям сверху. Ну, я считаю, это такой шикарненький подгончик. И учитывая то, что я не подготовился к этому ролику, возможно, моя формулировка, моё изложение мыслей будет немного искажаться, как-то не так говорится. Сейчас я на мойке помою несколько своих машин, потому что у меня какие-то есть грязные. И раз уж я пошёл на тему роликов, то последние несколько месяцев я их выкладываю мало. Я думаю, это и так заметно по моему каналу. Также я их сократил по времени. То, что я не устраиваю такие конкурсы, что уже по 15-20 минут я смотрю, как там кто-то пытается куда-то залезть, это просто я как пример сейчас рассказываю. Что... Ну, вот интересно, как-то смог кто-то залезть или вообще просто смог залезть, я это оставляю при монтаже. А если как-то интересно не получилось залезть, то я тоже это оставляю. То есть вот лишнего я стараюсь убирать. То есть, ну, зачем вот эта вся вода в роликах? Хочется как-то кратко и информативно всё это дать. И вот, я больше также перешёл на КС тематику. Да, на моём канале сейчас как-то и шорцы последние только КС. То есть МТА последние шорцы были, наверное, месяца два назад. Ну, и в основном вот эти конкурсы, они тоже по МТА надоели. Да и смотрите, вот время 13.30 онлайн, ну, 30 человек. И в основном, ну, большая часть это олдов, которые там вот 9 тысяч, 2 тысячи, 1 тысячу часов наиграли. Ну, да, остаются только олды. Тем более, в скором времени, ну, я не знаю точно, как в скором времени, планируется, как его, отдельный лаунчер, вот. Вот, вспомнил слово. Отдельный лаунчер планируется МТА этого проекта сделать с CD-Planet. И, возможно, да, я, конечно, его скачаю, буду для роликов как-то играть. Так как лаунчер планируется, да, я буду заходить, но я и в игру уже стал заходить буквально так, может, раз в две недели, или там просто вот оплатить дома, поставить, ну, налоги, кварплату, вот это всё оплатить. Я стараюсь, там, на 14 дней оплатил, там, через недельки, полторы-две зашёл, там, ещё 7-5, там, 14 дней оплатил и всё. И, ну, вот так вот сейчас у меня складываются ситуации. Вообще, я играю в Perfect World сейчас. И отнимает много довольно времени, но это не реклама. Perfect World, если хотите, зайдите, посмотрите. Это многопользовательская MMORPG игра, и я в неё зависаю. Общаюсь там с людьми, играю и так далее. Но сейчас суть идёт немного о другом. Да, пропадает интерес у людей играть в НТА. В ГТА пятую ходят, ещё какие-то проекты. Ну, что вот здесь ещё делать? Ну, по сути, ты катаешься, у меня вот всё есть, у меня практически всё есть. Нахрена мне вот тут что-то делать? Я даже трюками уже год, наверное, не занимался. Трюками год. Вы понимаете? Я не знаю, вам это передать вообще, вот эти чувства. Раньше я любил эти трюки, я ими занимался, ну, просто, ну... Это была не то, чтобы моя мечта, но... Это моё хобби было. Я уже больше года не занимался трюками. Да, я какие-то там делал, может быть, за этот год я сделал 10-20 трюков всего. Это мало. Раньше я там, ну, за месяц сделал 50, может быть, 100 трюков. Это... Ну, это было моё. Это просто было моё. Также конкурсы я раньше проводил много достаточно. И как бы раздавал денег. Ну, то есть было интересно. И онлайн был лучше. Я не знаю, что будет в дальнейшем. Просто не знаю. Уберём, посмотрим, даже вот контейнеры. А что на контейнерах? Всё, и... Тут почти никого нет. Тут народа почти не бывает. То есть время уже час. И контейнеры не работают. А по сути... А по сути должны ли они работать? Вообще раньше они скольки? С 9-ти, с 10-ти где-то открывались. И сейчас вот днём, вечером я заходил, ну... Один-два человека стоят. И то бывает вообще никого. О, совсем забыл про подобного рода объявления. Потому что я же хотел мини-конкурс типа лям устроить. То есть я катаюсь где-то в городе ЛС. Кто напишет, первый подъедет, напишет дай лям. И тому я дам лям. Провести какие-то конкурсы, раздать там новичкам денег, ещё что-то. То есть, видимо, я только ради этого и захожу в игру. Не знаю. Но что ещё делать? Напишите комментарии. Вот потому что под моими роликами комментариев мало. Полный бак у нас есть. И будем ждать пока кто-то до нас подъедет. Получит свой заветный лям. Я не знаю, надо ещё сгонять на аукцион. Посмотреть. Возможно, там какую-то тачку сразу прикупить. И может быть получится так, что кому-то я её подарю. Так, сзади кто-то приближается. Опа. Да-да, опа. Жопа телескопа. Окей. Окей, так просто. Так, объявление удаляем. 6.0 и выбираем домок. Домок. Он тут у нас один. Комиссия 50 косарей. Просто лям. Буквально несколько минут увидел объявление. Прочитал. Подъехал ко мне. Получил свой лям. А теперь отправимся на аукцион. Посмотрим, может быть, получится какую-нибудь тачку купить в районе миллиона. И отдать кому-нибудь. Подарить. Аукцион тоже стал таким интересным. Потому что непонятно, что продаётся. Ну как? В принципе. Не, ну понятно, что продаётся. Просто что, какие цены. Непонятно. А, допустим, вот тоже кровь что-то. Ну, 130 лямов. Это прошлая цена, по-моему. Как-то я видел и за 30, и за 20 лямов. Их стояли неделями. 2-3 недели стояли. Тачки не продаются. То есть, то есть, какие-то экономика вообще поменялась. Сейчас я узнал, что уже 50, 60, 70 лямов не стоит в поломе на крик дома. Даже на Вайнвуде не стоят они столько. То есть, 5-10 лямов это всё. Всё, что они стоят там сейчас. Сейчас вот у меня в продаже тоже тачки. Тут на сохранение лежат просто. Ну, у меня... У меня много тачек. У меня было, наверное, 80% всего автопарка, что существует тут. Ну, сейчас, как добавили другие машины, естественно, у меня... Ну, как-то больше... Ой, больше, меньше стало. Также, вот, у меня тут Феррари 812, Макларен 720. Всё это было для конкурса одного. Ещё полтора года назад где-то я их закупил. И, по-моему, Р8 ещё я хотел закупить. А, или Бентли я хотел. Да, Бентли, наверное, я хотел разыграть ещё. Три тачки такого хорошего, дорогого сегмента хотел разыграть ещё где-то год назад. Но, в итоге, там всё поменялось. Я сделал по-другому. Тут тоже у меня, вон, смотрите, выкуплено всяких тачек, блин. Я даже не помню, за какие цены. Ну, дёшево, дёшево. Я всегда дёшево беру. Тачки какие-то я там всё равно разыграл. Ну, более такие за лям 2-3 ляма, которые стоят в этом районе. Типа разыгрывчик перед конкурсом. Актив был такой небольшой. Может быть, человек 15 участвовало, не больше. И я хотел, чтобы на эти более дорогие тачки, на 812-ю, там, на Макларен, на Бентли, участвовало, ну, человек 50 хотя бы, там, репостов ВКонтакте сделать, условно говоря. Но, увы, я увидел этот актив, что он ещё и снизился потом, чуть позже. Ну, то есть, смысла уже проводить не было, если бы участвовало полтора землекопа. То есть, ну, чё, участвует 10, там, ну, 20 человек. У всех шансы просто повышенные получить, ну, 3 места. Там, ну, условно, 3 места из 10 человек, ну, 7 человек без всего останутся, а трое победят. Ну, такое себе, ну, согласна же ведь с этим, ну, как бы. Поэтому я пока отложил этот конкурс, и вот он год уже, так, просто год проходит ни о чём, так, лежат тачки и всё. Начаем заняться, вот, вон-то, всё, нечем, нечем больше заниматься. Чё поделать. Ну, и теперь просто в воду сиганём дай. Ой, или не в воду. Ну, ладно. И такое может быть. И вот я лечу среди облаков. По завершению этого ролика, чё хочу сказать. Я, я не знаю, чё даже хочу сказать, просто, просто лечу. Вот, и, в общем, вроде бы всё, доложил всю информацию, да. Буду снимать меньше роликов, и так уже давно это делаю. И, как бы, больше перехожу на КРС. Потому что там больше актива, больше интереса. МТА умирает. Наверное. Ну, для кого-то так, для кого-то нет. Опаньки, опаньки, нифига себе. А, я тут в дырочку прилетаю под конец ролика. Я ещё получаю 500 косарей на банковский счёт. Это у нас за что? Кто-то промокодик, кто-то мой промокодик вёл и... И получил от меня бонус, там, за 20 отыгранных часов, видимо. Или больше, или меньше, хрен знает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова